Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Передержал блюдо. Хлопок бытового газа произошел сегодня в Адлерской пятиэтажке. Перед судом предстанет директор департамента архитектуры администрации Сочи Владимира Малова. Обвиняют в халатности. В Сочи начали проверять гостиницы, в том числе и частные. Задача номер один – обеспечение безопасности гостей курорта. Троица по-восточному. Основной конкурс кинотавра стартовал с особого взгляда на вопросы измены и веры. Хлопок бытового газа произошел сегодня в Адлерской пятиэтажке. В 8.50 на улице Садовой на первом этаже произошел хлопок газа без возгорания. Ударной волной выбило окно в квартире, но обрушений пострадавших нет. На всякий случай из дома были эвакуированы 30 человек. Специалисты проверили, не повреждено ли здание. После этого жильцы вернулись в свои квартиры. Как выяснили специалисты, причиной хлопка стал невыключенный духовой шкаф. Хозяин оставил его в работающем состоянии и отлучился по своим делам. Работающая духовка привела к загазованности помещения. Собственник признал свою вину. Перед судом предстанет директор департамента архитектуры администрации города Сочи. Владимира Малова обвиняют в халатности. По данным следствия, в феврале прошлого года строительная организация обратилась в администрацию по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в Адлерском районе. Между тем, в доме не была завершена отделка, допущены нарушения пожарной безопасности. Несмотря на это, обвиняемый без проверки сведений подписал лист согласования. Разрешение подписал и первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит, который уже признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий. В результате застройщик легализовал многоквартирный дом, возведенный с существенными нарушениями. Уголовное дело направлено в суд. Полтора миллиарда рублей на достройку проблемных домов. Обманутым дольщикам помогут на Кубани. Уже подготовлены поправки в краевой закон, которые предусматривают выделение денег для завершения строительства. Новый механизм поддержки на встрече с жителями региона обсудили губернатор Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский. Какие еще грядут изменения в борьбе с долгостроями, расскажут наши краснодарские коллеги. Такие встречи в формате открытого диалога между дольщиками и краевой властью уже стали традиционными. Только так, по мнению главы региона, можно держать ситуацию с долевым строительством в крае на контроле. Те, кто остался без обещанных квадратных метров, приходят на встречу уже с подготовленными вопросами. Жилой комплекс Алтайский в Краснодаре должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016-м, но многоэтажки так и не довели до ума. Застройщики меняются, только это пока не приносит никакого результата. В этом вопросе позиция губернатора однозначно. Прежде чем брать на себя обязательства, строительная компания должна рассчитать свои силы. Любые действия должны приводить к результату, к разрешению этой проблемы, но не заведению еще в больший тупик. А когда вы беретесь, что-то им говорите, они еще загораются сильнее и не делаете, вы нас еще больше подставляете. Поймите меня правильно. Поэтому, если вы уже беретесь, берите и добивайтесь результат. Либо не беритесь. Потому что, знаете, как у вас бизнесе говорится, давайте договоримся на берегу. Договорились? Заходите, работайте. Нет, коллеги, да не обижайтесь. Некоторые из дольщиков будто оказались заведомо обмануты, как пример ЖК «Наутилус», который планировалось возвести на улице Красной. Сама по себе идея построить высотку в самом центре исторического Краснодара была сомнительна. Зеленая зона должна быть открыта для граждан, уверен губернатор. ЖК «Наутилус», у нас плановый срок сдачи дома должен был быть в 2004 году. Слушайте, решение здесь может только одно. Решение в интересах города. Вот место, про которое вы говорите, оно сегодня нужно горожанам, а не тем, кто благополучно поселится в этом высотном доме рядом с главной площадью Кубани и рядом с мэрией. Зеленый массив. Я не смогу смотреть. Да они. Я с вами абсолютно согласна. И еще раз подчеркиваю, жители города, они мне не простят то, что я говорю одно, а делаю другое. Вот невзирая ни на какие там возмущения, я понимаю вас. Не место там этой высотки. Ну не место. С момента последней встречи прошло около двух месяцев и уже появились некоторые результаты. На объекты, которые раньше казались безнадежными, вот-вот начнет заходить техника. Дома, находящиеся в высокой степени готовности, будут достраивать при поддержке регионального бюджета. Уже подготовлены поправки в краевой закон, который предусматривает выделение денег для завершения строительства. Так, на достройку проблемных объектов выделят полтора миллиарда рублей на три года. В случае принятия изменений в региональном законодательстве уже в этом году субсидии получат четыре долгостроя. Это большой шаг для региона, ведь свои квартиры дождутся около 1200 человек. Форт Карасун. На сегодняшний день с 1 июля компания Инсити строительная подписала соглашение. С 1 числа они выходят на объект на достройку, не дожидаясь закона о компенсации. То есть в последующем, пока все нормативные акты будут приняты, они берут на себя обязательство в ноябре-декабре завершить строительство и выйти на ввод в эксплуатацию данного объекта. Сегодня в реестре объектов незавершенного строительства числятся 40 инвестиционно-непривлекательных объектов. Инвесторам попросту невыгодно их достраивать. Но и здесь есть решение. Мерой поддержки обманутых дольщиков может стать создание государственной акционерной компании. Губернатор поручил проработать вопрос создания такой организации. Давайте исходить и опираться на собственный ресурс. А у нас только один ресурс – государственное акционерное общество. Все. Которые и потом еще 40 проблемных домов достроят. Ну а по-другому никак, еще подчеркиваю, проблему дольщиков мы не закроем. И чем быстрее вы акционерное общество начнете в рынок впустите, быстрее оно станет рыночными механизмами действовать, тем быстрее оно будет рыночным. Потому что объектов будет много. Все. Андрей Анатольевич, давайте поручение прямо сейчас. Вот акционерное общество через месяц должно максимально работать. В решении проблем дольщиков подключены не только краевые власти, но и представители силовых структур. Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока люди не заселятся в свои квартиры. Яна Бузычкина, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Реализацию национальных проектов глава региона сегодня обсудил с общественниками. Вениамин Кондратьев встретился с представителями местного отделения Общероссийского народного фронта. С участием активистов в крае удалось ликвидировать более 160 свалок. Также УНФ обратило внимание регионального Минтранса на проблемы с дорогами в Ейском районе, после чего были выделены 42 миллиона рублей на ремонт одной из улиц города. Сегодня перед краем стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов. Также Кубань реализует 44 региональных проекта. И здесь важно, чтобы представители УНФ не оставались в стороне, отметил губернатор. На филиальном уровне существует алгоритм контроля, в какую зону мы попадаем, в зеленую, в красную. Настолько мы научились уже лавировать документами, что можем даже оказаться все время в зеленой зоне. А в жизни находиться в глубоко красной. И вот здесь вы должны просто быть на чеку. Просто в системном режиме контроля. Реально ли совпадает отчет, который коллеги, в том числе и мои, делают для того, чтобы не быть в красной зоне, с реальной жизнью. Насколько мы в реальной жизни находимся в зеленой зоне. Порой по документам мы едем, а по жизни стоим на красный свет. И вот здесь уже очень совместная, мощная работа по отображению фактической ситуации. В фактической ситуации того, что мы делаем в рамках реализации нацпроектов. В вопросах реализации национальных проектов также необходим постоянный общественный контроль. Для решения многих вопросов активисты Народного фронта часто взаимодействуют с краевой властью. Они состоят в каждой рабочей группе и в различных наблюдательных советах региона. Больше полутора миллионов гектаров зерновых и бобовых на Кубани готовятся к уборочной кампании. В Краснодарском крае рассчитывают собрать зерна не меньше, чем в прошлом году. Аграрии рассказали губернатору, что благодаря хорошей погоде к уборке подошли практически без потерь. И показали демонстрационные поля научного центра зерна имени Лукьяненко. На этом поле только пшеницы – 80 сортов. Высушенные здесь культуры – лучшие достижения кубанских селекционеров и гордость национального центра зерна имени Лукьяненко. Профессор Александр Боровик – автор не менее 15 сортов злаковых культур. Одно из самых любимых творений – озимая пшеница со сказочным названием. Этот сорт называется Герда. Вы как прекрасно знаете из сказки Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева» – маленькая девочка, которая победила снежную королеву фактически. И этот сорт низкорослый, как маленькая девочка, а это дает ему устойчивость к полиганию, крупный колос. И это очень высокоморозостойкий сорт. И поэтому низкорослость и высокоморозостойкость – Герда, которая победила снежную королеву. И действительно, этот сорт пшеницы может выдержать морозы до минус 18 градусов, а еще устойчив к болезням. Достижения кубанских селекционеров ценятся не только в России, но и по всему миру. С гордостью рассказывают ученые губернатору и спикеру ЗАГС Собрания. Вениамину Кондратьеву и Юрию Бурлачко показали демонстрационные поля. Нашими зерновыми культурами засеивают земли в Турции, Азербайджане, Узбекистане и Молдавии. Новые сорта расходятся среди местных арграриев. Сорт – новинка. Он внесен в реестр в 2017 году. И уже в этом году всего-навсего прошло 2 года, 3, а уже порядка 70 тысяч гектаров в нашем крае этот сорт высевают. Благодарен, что в крае у нас есть такие ученые. У нас есть аграрный университет, плеяда талантливых сегодня и селекционеров, и в целом ученых. Но вот наши аграрии, Андрей Николаевич, должны этим пользоваться. И я думаю, что, может быть, надо перестать стесняться, наука не должна быть ради науки. Она для того, чтобы на самом деле мы получали вот такие сорта пшеницы, устойчивые и к болезням, и к различным погодным условиям. Но если мы их получаем, тогда господдержка должна быть тем и только тем, кто максимально прибегает к результатам нашей науки. Государство поддерживает только тех, кто готов эти деньги вернуть рабочими местами, налогами и, конечно, очень знатным рекордным урожаем. Должен четкая аргументация в рамках соглашения на господдержку, что обязан сделать тот или иной сельхозтоваропроизводитель, получив господдержку. В первую очередь, еще и номер один, пользоваться сегодня рекомендациями нашей кубанской науки. В том числе глава региона посоветовал аграриям совместно работать с учеными над повышением качества зерна. Необходимые наработки для этого есть. Теперь важно создавать соответствующие условия. Мы выбрать хозяйство, в которых мы будем выращивать твердую пшеницу. И под нашим наблюдением там должны соблюдаться все элементы технологии, чтобы получили не просто зерно, а высококачественное зерно. Вот в каком соотношении мы можем получать, допустим, от урожая третий класс, четвертый, ну и понятно, от урожая мы никуда не денемся. В каком соотношении? Если максимально выложимся и все вместе возьмемся за третий класс? Если максимально выложимся, то мы можем и второй класс получать. Здесь не нужно нам сегодня где-то, может быть, жалеть о господдержке, если мы сможем подняться даже ко второму классу. Но я говорю про третий класс. Потому что третий класс, еще раз подчеркну, это, собственно, сильная переработка. Это хлеб другого качества. Мы сможем муку продавать. Ну а даже если пшеницу, то это как минимум на 5 рублей от пятого класса дороже. А то и больше. А то и больше. Поэтому любые вложения сегодня, в том числе и господдержка, оправдается. Господдержка должна выйти на третий, ну и дай бог, второй класс. Чего уж точно нет, так это проблем с разнообразием перспективных сортов. Но как тут выбрать, когда глаза разбегаются от количества научных новинок? Для русского человека нет хуже выбора. Вот такое количество сортов. Вот на самом деле, куда нашему бедному аграрию податься? Какой сорт на самом деле взять для того, чтобы он принес, безусловно, прибыль? А естественно, это высокий урожай. То есть вот как среди такого многообразия сортов выбрать тот сорт, который принесет успех? Сегодня каждая мелочь важна. Сегодня только система сортов, только набор сортов даст нам движение вперед в отношении стабильности урожая, в отношении повышения урожая. И поэтому сегодня ни одно хозяйство не сеет один, два, даже пять. Сегодня хозяйство, которое имеет, допустим, пять тысяч гектаров, ну 14 сортов. Как без потерь провести уборочную страду и в результате получить высокий урожай, обсуждали на специальном предуборочном совещании. Ученые, главы районов и агрономы собрались там, где царит наука, в главной кузнице сельскохозяйственных кадров, аграрном университете. Все разработки кубанских ученых от сортов до удобрений адаптированы к местным условиям. Учитываются даже капризы погоды. Такой подход позволяет краевым аграриям из года в год бить собственные рекорды. Но отдельные фермеры до сих пор дают предпочтение технологиям зарубежным. Где-то настолько современные, либо руководители сельхозпредприятий, либо агрономы, которые говорят о том, что сегодня они будут пользоваться передовыми какими-то технологиями европейских стран. И вот Летина Павловна пример привела. Она говорит, препарат, который вы из-за рубежа да привозите, он в первую очередь ориентирован и на землю, на состав почвы, это другой. И в целом на природо-климатические условия другие. Очень много-много факторов, которые влияют, насколько эффективный этот будет препарат здесь у нас, на Кубани. Леонид Иванович, безусловная инициатива, которая вами была высказана, по закреплению в условиях субсидирования обязательного научного сопровождения, потому что псевдо-молодые агрономы, эксперименты за счет государственных средств, это совершенно неправильно. И мы вот эту инициативу вашу поддержим на ближайшие здесь сессии законодательного собрания Коснодарского края. Этой проблемой вплотную занимаются и ученые. По их мнению, аграрии, которые используют импортные технологии, рискуют остаться и вовсе без урожая. Запад сейчас навяливает нам, извините за сленговое слово, навяливает такие технологии, которые у них уже через 3-5-7 лет либо будут запрещены, либо не будут котироваться. Вы понимаете, что идет? И вот когда нам эти гибриды, сейчас вот самое наше главное достояние, я вот не растеневод, но я бьюсь за это уже сейчас, за пшеницу. Пшеницу и ячмень предстоит убрать на площади свыше полутора миллионов гектаров, а под Яровые засеяно около двух миллионов. И если погода будет благосклонна, к масштабной уборке аграрий приступят уже на следующей неделе. Ученые-агрономы делятся хорошими прогнозами. Есть все предпосылки выйти как минимум на уровень прошлого года. К жаркому сезону на полях готовятся и комбайны. Что касается теперь техники, в среднем по краю она готовность составляет 95%. Нет сомнений, что к уборке обеспеченность будет и готовность 100%, потому что хозяйство сегодня ведут полностью все подготовительные мероприятия в активной фазе. На поле выйдут порядка 6,9 тысяч собственных комбайнов. Еще 300 мы планируем привлечь дополнительно. В целом задействовано будет более 40 тысяч единиц. Если говорить о сроках уборки, то при правильной организации всей этой работы, то мы готовы в краю убирать ежесуточно 100 тысяч гектар. Важно, чтобы вся техника была вовремя и в полном объеме обеспечена топливом, отметил губернатор. Вене Амин Кондратьев поручил держать этот вопрос на особом контроле. Предусмотрены мощности для хранения зерна. 45 крупных хлебоприемных предприятий, около 2000 мини-элеваторов могут принять единовременно до более чем 13 миллионов тонн зерна. Все, чтобы труды кубанских аграриев не прошли даром. Элеваторы, хлебоприемные пункты, либо склады у фермеров, они должны быть готовы к тому, чтобы это зерно принимать. Это же пусть краткосрочное, либо долгосрочное, но хранение. Я понимаю, что там цена вопроса, все понимает, тоже посмотрите. Может быть, для того, чтобы сохранить зерно, может быть, и субсидировать тоже. Еще раз подчеркиваю, нам важен очень грамотный хозяйский подход здесь. Это общее наше зерно. Вот мы когда говорим о том, что на самом деле продовольственная безопасность страны, мы Кубань, гарант продовольственной безопасности, это вроде красивые слова. На самом деле задача какая, просто накормить людей. И жители края должны быть сытыми, и жители стран не должны быть сытыми. Это, если хотите, политическая задача. Поэтому задача Кубани сделать и край, и страну сытыми. К слову, Кубань ежегодно улучшает свои показатели по сбору зерновых. Только в прошлом году в крае собрали более 10 миллионов тонн качественного зерна. Уборка озимых культур в этом году должна занять не больше 15 дней. Аграрий готовится поставить новые рекорды. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 июня в Сочи переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26. Днем 28, 30 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 22. Ну а в Сочи начали проверять гостиницы, в том числе и частные. Обеспечение безопасности в курортный сезон – главная задача. В Сочи – один из самых популярных курортов России. На лето сюда съезжаются со всего мира около 5 миллионов туристов. И, конечно, безопасность людей не только в городе, но и в гостиницах – обязательный пункт. К классификации уже прошли более 2000 средств размещения. Те объекты, у которых менее 25 номеров, они должны иметь окатегорирование. Сейчас работа в этом направлении ведется со всеми службами, надзорными органами и с районными администрациями. В случае того, что если средство размещения отказывается получать паспорт безопасности, соответствующие документы направляются в прокуратуру города Сочи для закрытия объекта, как объект размещения, порядка на 90 суток. Паспорт безопасности включает в себя наличие тревожной кнопки, планы эвакуации, пожарной сигнализации и других средств безопасности. Вот один из образцовых по безопасности отелей. Собственники выполняют все требования, своевременно получают всю документацию, ведут работу по курортному сбору. В отеле расположена новейшая система безопасности. В частности, в нашем отеле ведется непрерывное видеонаблюдение с записью и хранением видеоматериалов сроком 30 дней. В номерах и коридорах отеля установлены фотоалюминесцентные планы эвакуации. То есть это планы эвакуации, которые светятся в темноте. Наш отель укомплектован современной системой противопожарной безопасности с дублированием сигнала на пульт МЧС без участия сотрудника. Соблюдение всех норм, конечно, дорогостоящие вложения, но собственники и средства размещения должны быть к этому готовы. Ведь комфорт и безопасность горожан и гостей курорта стоит на первом месте. В Сочи отметили День соцработника. Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. В этом году праздник на официальном уровне отмечают в 19-й раз. Отличившихся работников социальной сферы Сочи наградили в торжественной обстановке. Система социальной защиты курорта – это 25 тысяч специалистов сферы и десятки учреждений, сотрудники которых в полном объеме оказывают социальную поддержку пожилым людям, инвалидам, детям, оставшимся без поддержки родителей, семьям с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Ежедневно в Сочи услугами социальных работников пользуются десятки тысяч горожан. За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения в торжественной обстановке благодарственными письмами от главы города наградили лучших представителей профессии, а некоторых отметили знаками почета. Знаками почета за трудовые успехи на оплаках города Сочи награждаются Гладкова Елена Юрьевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации города Сочи. Среди тех, чей вклад отметили власти города, оказалась и Наталья Алексеева, которая пришла в столь нелегкую профессию 11 лет назад. Как признается сама женщина, выбор в пользу социальной сферы сделала по зову сердца. У меня, наверное, нет родителей. С 14 лет я потеряла маму. И я подумала, что я пойду в социальную защиту заботиться о престарелых людях, чтобы им отдать то тепло, то доброту, которую я должна была отдать своим родителям. И поэтому вот как-то я работаю, отдаю тепло людям, заботу, внимание. Чем могу, тем помогаю им. Наряду с теми, кто ежедневно заботится о нуждающихся в поддержке сочинцах, свою помощь оказывает и город. Мы приняли городским собранием решение о том, что все пенсионеры освобождаются от уплаты налогов на землю. Мы по 16 категориям граждан, таким как участники Великой Честной войны, как инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды и узники фашистских лагерей, мы по этим категориям дополнительно из бюджета города доплачиваем деньги. Ну а самое главное, что мы создаем благоприятные условия для проживания людей в нашем городе. В завершении торжества всех работников отрасли поздравили солисты ансамбля спортивно-обальных танцев «Эдельвейс». Инга Габешия, телекомпания ФКТ В Сочи продолжается основной конкурс фестиваля «Кинотавр». Стартовал он с троицы. Фильм сняла китаянка Ян Ге, которая написала сценарий вместе с подругой. Ян Ге родилась и выросла в Пекине. После школы приехала в Россию, где получила бюджетное место в Тульском университете, изучала русский язык. Потом поступила на актерский факультет в ГИКа мастерская Сергея Соловьева. Два года назад стала финалисткой проекта «Голос», а сейчас ее фильм под названием «Троица» открывает конкурсную программу «Кинотавра». Это ее вторая режиссерская работа, где Ян Ге – исполнительница главной роли. А в названии фильма вся суть картины. «Троица», но не православный праздник, а любовный треугольник. Я уверена, что в вашей жизни и зрителям всех было нелегко. То есть я хотела эту печаль передать, чтобы люди знали. Я, как личный режиссер, понимаю людей и понимаю печали и боли у каждого. Марго признается мужу, что изменила и начинается борьба за любовь. Муж верит, что если жить по правилам, то можно вернуть жену. Он четко знает, что ему нужно сделать. Это религиозный человек, который знает, как нам нужно поступить в данной ситуации. Взять, отпустить, принять, простить. Но, к сожалению, потому что все мы люди, он этого сделать не может. И вот сам с собой вступает в такой конфликт. Конфликт приводит и героиню к пониманию Бога, семьи, любви. И все, кто посмотрел мелодраму об изменении веры, отметили именно восточный подход к пониманию проблемы. Это не Анна Каринина. Классическая основа сюжета приводит к неожиданному результату. Сегодня модное выражение – выйти из зоны комфорта. Вот она пытается выйти из зоны комфорта, скорее всего, потому что перестает чувствовать. И я увидела это так. Картина про то, что в любви должен быть раздражитель. Что людей склеивает не сюси-пуси, не полная гармония в смысле всегда понимаю, всегда нежно, всегда люблю. А как раз наоборот. Проблемы взаимоотношений, они часто являются катализатором этих отношений. Это история женщины, которая совершила грех, совершила падение, и потом, что начинает происходить с ее душой. Потому что, я думаю, все-таки месседж основной был такой. Мы изучаем процесс, мы оперируем женскую душу, чего не делают российские режиссеры никогда. Потому что у нас все-таки мужское кино. Я вот на этом настаиваю. У нас женщина как некое приложение к главному герою всегда существует во всех сценариях. Снималась картина не только для российского зрителя, но и для европейского и восточного. Сейчас идет большая работа по продвижению фильма за рубежом. Ну а будет ли отмечена лента призом кинотавра, станет известно 16 июня. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И я напомню, завтра выходной, хоть и среда. В Сочи завтра масштабно отпразднуют День России. Начнется праздничная программа в 9.00 на площади Южного Мола. Там волонтеры развернут огромный флаг России площадью 40 квадратных метров и составят вокруг огромную фигуру сердца. Далее на площади флага жители и гостей Сочи ждут всевозможные спортивные активности, в том числе акция от значка ГТО к олимпийской медали. В 17.30 по Новогинской пройдет парад дружбы народов. Представители диаспор прошествуют в национальных костюмах. Далее запланирована церемония награждения сочинца в заслужение родному городу и стране, после чего официальных лиц на сцене сменят известные сочинские и краснодарские артисты. В 21.00 на площади флага всех ждет красочный фейерверк. Всего в течение дня на территории Большого Сочи состоится более 50 мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Задействованы будут все основные городские площади, а также дома культуры в районах и селах. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok